id fare добрый вечер как' меня слышно хорошо просто нос ехать и Моя самая красивая, конечно, согласен. Самая лучшая, самая красивая. Саня, привет, привет. Я бы с радостью к вам подъехал, но я еду на поляну. К сожалению, не получилось выбраться. Я ездил за костюмом, купил обалденный классный костюм и возвращаюсь на поляну. Матушка, привет, привет. Куда еду? Еду на поляну. На поляну, на поляну. Когда свадьба, ну, к сожалению, из-за состояния майного здоровья нам пришлось свадьбу перенести. У нас уже была назначена дата, мы должны были въехать на Сыщельские острова, играть там официально, настоящую свадьбу. Но, к сожалению, к сожалению, май попала в больницу. И вот как-то так, как-то так сложилось нехорошо. Привет, Тань, привет, привет. Наберу, Сань, наберу тебя. Илюха, привет, братан, привет, привет. Какой хороший прямой эфир, насколько моих друзей. Привет, привет. С Машей все хорошо. С Машей? С какой Машей? У Йосипа был мальчишник, это вопрос. Вот, ребят, к сожалению, я не могу отвечать на вопросы, которые раньше эфиров. Вы обязательно все увидите, обязательно через несколько дней будете в курсе всех событий. Могу отвечать вам на вопросы, которые не связаны с событиями на поляне. Так, так, хуй у нас еще. Просто матушка моя, Наташа, в прямом эфире. Привет, привет, привет. Тебя плохо видно? Да, плохо видно, потому что я еду в такси. Леша, жалко, что ты не выиграл человек. Года мы за тебя болели. Друзья, спасибо всем огромное, кто за меня болел, кто за меня переживал. Мне очень приятно, очень приятно. Я благодарен каждому, кто верил в мою победу. Ну, сложилось, как сложилось, немножечко не получилось, не хватило чуть-чуть. Куда еду? Еду на поляну. Сколько я на проекте? На проекте уже год и 9 месяцев. Прилично. Погода замечательная. Погода снежная, минус 15 где-то. Так, человек года это ты. Спасибо, приятно. Свадьба, друзья, свадьба пока переносится. Пока наше здоровье, за здоровье мая на первом месяце. И мы пока лечимся. Я думаю, что... Я даже не хочу теперь назвать никаких дат, потому что все время у нас что-то случается. Все время происходит какая-то ерунда. Я думаю, что в следующем году мы обязательно сыграем. А вот вопрос времени, когда это будет? А, ну, вот так меня лучше будет. Как-то так, как-то так все. Так, живете своей жизнью или это сценария, друзья? Ну, конечно же, живем своей жизнью. Конечно, все по-настоящему. Никаких сценариев у нас нет. Ирина Михайловна, теща моя любимая. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, 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 дальше какие вопросы. Мама у тебя красивая, другая. Спасибо, спасибо большое. Куда держу путь? Возвращаюсь на поляну. Он был в городе, вот еду на поляну. Как Маюша? Маюша немножечко лучше. Ей прописали гормональный курс на 3-4 месяца. В общем, теперь нужно лечиться, пить таблетки и регулярно посвящать врача. Вот так. Наша мама в прямом эфире. Очень рады вас видеть. Мама моя и моя мама здесь. Так, кто пишет, он из дома 2? Да, я из дома 2. Как-то так. Дела? Дела хорошо. Нормально все. Как думаете, сколько лет твоему самому молодому подписчику? Какой интересный вопрос. Я думаю, что разные есть. И маленькие тоже, конечно. Вот даже на улице подходят, детки узнают. Очень даже приятно. Поэтому даже вот ради таких маленьких детей, которые смотрят проект, хочется вести себя достойно. И чтобы дети брали пример и не вели себя плохо. Кстати, друзья, вот кто не знает, у меня на страничке проходит конкурс, лично мой, который я сам придумал. Конкурс «Золотой банан», творческий конкурс. Каждый из вас может принять участие. Если у вас есть хороший голос, есть у вас креатив, вы можете снять видео и поставить хэштег с названием «Дедушка Купин». Дедушка Купин, так как «Новый год», «Новогоднее настроение», «Деды Морозы». И вот поэтому такой хэштег. Ставьте хэштеги, поэтому хэштегу я выбираю самые креативные и интересные ролики и размещаю для участия в конкурсе на своей страничке. Вот уже два участника есть. И еще парочку будет точно. И до Нового года мы узнаем, кто победитель третьего сезона моего конкурса. Поэтому участвуйте. Два билета в кино и футболочка с автографами участников. Если кому-то это, конечно, интересно. Вот так. Я очень хочу подчастливаться, только стесняюсь. Друзья, не стесняйтесь. Вы можете записать видео, где вы хотите, дома, на улице. Главное, чтобы это было интересно, прикольно. И вообще стесняться не нужно. Со жизнью у вас пройдет. И это плохо. В общем, не стесняйтесь. Я тоже когда-то стеснялся, но понял, что это плохо. Стесняйся плохо. Надо всегда быть уверенным в себе и все будет хорошо. Куда я еду? Еду на поляну. На поляну. Был в городе, по магазинчикам ходил и возвращаюсь на поляну. Уберите с проекта Йосифа. Не ко мне, не ко мне это. Еще Йосиф хороший паренечек. Хороший паренечек. Просто иногда у всех людей бывают какие-то странности. А так Йосиф очень даже хороший, прикольный парень. Какие у нас с Ромой стали отношения после конкурса? Да, какие. Такие же, какие были. Ничего не изменилось. Почему бросил греблю? Ой, долгая история. Занимался, да, я греблей с самого детства. Никогда я не был супер-мега фанатом этого вида спорта. Просто так сложилось, что меня в детстве отдали на секцию гребли. У меня начало очень хорошо получаться. Я выступал на соревнованиях, завоевывал первые места, призовые места. Меня пригласили в возрасте 15 лет в другую страну, в Азербайджан, где я продолжил выступать, где я завоевал медали на международных стартах. И, в принципе, я хорошо зарабатывал для своего возраста. Было, в принципе, все хорошо, меня все устраивало. Но не было личной жизни, не было особо друзей, потому что постоянно разъезды, разные города. Я был весь в спорте. Плюс здоровье тоже потихоньку начало ухудшаться, потому что профессионально заниматься – это очень плохо для здоровья. Три тренировки в день. В общем, устал. Устал я от этого всего, от этого образа жизни. Плюс в спорте нужно… На своих силах далеко не уедешь. А я был всегда против каких-то запретных препаратов. Я всегда считал, что нужно вести честную борьбу. Никогда не употреблял никакой допинг для того, чтобы у меня была невероятная сила и выносливость. Все на своих силах. Тот результат, который я достигнул, могу с уверенностью сказать, что это то, на что я был способен. Поэтому вот так закончилась моя спортивная карьера. Вообще я взял себе перерыв на полгода. И я решал дальше, либо это будет спорт, либо я буду идти по другим делам. И вот случайно попал на проект в этот период, когда я взял себе перерыв полгода. Поэтому вот как-то так. Давайте, ребята, дальше продолжу отвечать на вопросы. Курю ли я сигареты? Конечно же, нет. Не курю вообще. Когда ты понял, что люблю Майю? Ну, я пришел на проект. Я скажу, что сразу у меня была влюбленность. Это, наверное, прям с первой минуты. Я, когда ее увидел на шоу, мой заход был на шоу, сразу я увидел ее среди участников. При том, что у меня плохое зрение, я обратил на нее сразу внимание. И я помню, как она выглядела. Она была в красном, у нее была короткая стрижка, была красная блестящая помада. Помню абсолютно все, как она выглядела. И вот, наверное, влюбленность началась сразу. А потом чувство любви пришло, ну, тоже достаточно быстро. Прям в течение, наверное, нескольких недель я понял, что, да, таких чувств я раньше не испытывал. Поэтому все как-то было достаточно быстро. Так, ты отвечаешь на мои вопросы. Друзья, извините, если я на чьи-то вопросы не отвечаю, просто их много. Долго сценарий учишь? Да, обалдеть, очень долго. Днями и ночами мы учим сценарий, читаем, да, и поэтому не спим вообще, как робота. Много курит на доме 2, друзья. Кто курит, это на их совести. Вот спрашивайте у тебя, кто это делает. Вот, главное, что я вредные привычки не употребляю вообще. Я считаю, что здоровый образ жизни – это прежде всего. Не жалею, что пришел на доме 2? Нет, конечно, не жалею. Я чувствую себя достаточно хорошо. Рядом со мной девушка моя любимая, с которой мы строим отношения. Раньше у меня, например, девушки не было. Новые знакомства, новые друзья. Совсем другая жизнь. Я скажу, что нет, конечно, я не жалею. Что со зрением? Из-за спорта зрение упало. У меня всегда было зрение хорошее, но из-за того, что начал заниматься спортом, очень сильные нагрузки, из-за этого зрение подупало. Когда день рождения у мамы… День рождения у мамы было осенью, в октябре. Уже прошло. Майя болеет. Да, ее состояние здоровья сейчас не очень хорошее. Ей назначили курс лечения, поэтому 3-4 месяца будем лечиться, ездить по врачам. Ты где? Я сейчас в такси еду на поляну. Еду на поляну, да. Хорил по магазинам, и вот сейчас возвращаюсь. Когда вы ругаетесь, я тоже чуть не плачу. Как будто меня ругают. Поэтому мы стараемся не ругаться, стараемся решать вопросы, конфликты мирным путем. Еду на поляну, вот много вопроса по поводу этого. Ябаров покинули проект. Друзья, смотрите, наблюдайте. Не могу ничего вам еще тогда сказать. Люди отмечаете Новый год. Вот, насчет Нового года. Долгая-долгая история. Вообще мы планируем поехать в Беларусь вместе с Артемом Исрока и Сарей Пинчук. Есть такие у нас планы. Там будет хорошая компания. Мы планируем 30-го остаться в самом Минске. У нас есть там друзья, знакомые. Я вообще по спорту. Раньше в Беларуси очень часто бывал. Мне нравится Беларусь. Вот 30-го планируем остаться с Майей там. А 31-го поехать в Гродно, где будет концерт у Артема Исроки. Там будет тоже большая компания, будут бывшие участники. Мы собираемся отпраздновать Новый год именно там. Но пока это все под вопросом. Пока неизвестно, сможем ли мы туда поехать. Поэтому вопросы Нового года пока остаются под вопросом. Ну, плюс еще как бы вот больше сейчас мы паримся насчет майного здоровья. Поэтому посмотрим, посмотрим, где мы будем Новый год праздновать. Двоем так точно. А там уже кто будет нашей компанией посмотреть. Какую страну хочешь посетить? Да я вообще люблю путешествовать, люблю разные страны. Много где был. Хотелось бы куда-то подальше. Например, в Австралию. В Австралии не был. Либо куда-то вот в такие страны, как Япония, Китай. Тоже интересно. Ну, и в Америку слетал бы, конечно. Вот как-то так. Так, когда свадьба? Друзья, из-за состояния здоровья моя свадьба немножко переносится. На какой срок пока не могу сказать, потому что мы как только называем определенную дату, все время случаются какие-то неприятности, которые не от нас зависят. Поэтому год, если честно, не самый удачный в плане целей, планов. Все время что-то происходит не так, как мы хотим. К сожалению. Но ничего, мы верим в лучшее. Все обязательно случится. Все, что мы запланировали. Я уверен на 100% свадьба у нас случится в следующем году. Главное, что мы вместе, и что мы этого хотим. На Байкале? Нет, на Байкале я не был. Самый хороший отдых в Чечне. Возможно, я там тоже не был. Почему на обложке журнала нет майя? Тоже, кстати, очень хороший вопрос. Майя должна была быть на обложке журнала нового. Но она в этот момент, когда у нас была фотосессия, она была в больнице. Но она должна была присутствовать на обложке. Поэтому я был без нее. На обложке ничего я себе там лишнего не позволял, потому что достаточно провокационная обложка. Я сразу сказал, давайте меня в крае шить куда-то, чтобы меня никто не трогал, я никого не трогал. Поэтому, вот как вы видели, кто увидел эту обложку, я нахожусь внизу. Кто меня не трогает, и я также. Поэтому, да, майя к этому относилась достаточно нормально. Никаких конфликтов у нас из-за этого не было. Вот так. Где майя? Майя сейчас находится на поляне. На поляне. Я сейчас стараюсь по максимуму создать майя новогоднее настроение, чтобы она не грустила, чтобы ее период реабилитации прошел получше. Полегче, скажем так, да. Зачем фотошоп? Зачем на обложке? Много. Ну, это уже не от меня зависит. Всегда фотографии, фотошоп, это всегда такое происходит. Такой рост у меня метр восемьдесят два. Нравится жить на доме-два? Ну, неплохо, не жалуемся. Если бы не нравилось жить, бы, наверное, бы ушли. Мне нравится, потому что много друзей, большая дружная компания. Я вообще называю ребят своей семьей. Это большая дружная семья. Конечно, бывают, бывают, бывают такие люди не сильно хорошие, которые все портят, но так в каждой семье. А так, в целом, интересная жизнь. У нас постоянно съемки, постоянно реклама, фотосессии, выезды куда-то. Мы с моей вместе, главное. То есть, в принципе, нас все устраивает. Есть планы, есть цели. Сейчас вот в планах это, конечно, ну, планы немножко поменялись, за то, что моя заболела. Но вообще в планах, конечно, свадьба. Свадьба, да. Дальше развиваться. Я вам скажу, что люди на проекте не бездельные идти, как вы думаете. У нас времени свободного почти нет. У нас постоянно какие-то дела, делишечки. Поэтому не все так просто. Ладно, друзья, спасибо вам большое за общение. Давно не выходил в прямую эфир. Вот как раз, пока я въехал, решил немножко подпечатать на ваши вопросы. Спасибо всем большое. Всех люблю, целую, обнимаю. Все, на связи.